МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Жители Самары стали всё больше вылезать в долги. У многих 2, а то и 3 кредита. В среднем на одного жителя приходится чуть больше 60 тысяч рублей долга. Всего население области должно банкам 219 миллиардов рублей, а просрочено около 20 миллионов. Зато по количеству потенциальных банкротов мы в первой десятке. На грани остаются 12 600 человек. В 2015 году их было на 5% меньше. Недавно в банках начали применять упрощенный порядок взыскания долгов с физлиц. В кредитные договоры теперь вносится пункт о том, что задолженность может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса. Во внесудебном порядке такое право появилось у банков благодаря вступившим в силу в июле поправкам к основам законодательства о нотариате. Райфайзенбанк, ХКФ-банк и Русский стандарт стали включать соответствующий пункт в кредитные договоры уже с октября. Сбербанк, ВТБ-24, ВТБ и Росбанк планируют делать это с января. А сейчас адаптируют процессы под новый механизм. Раньше даже по очевидным случаям средний срок на получение исполнительного документа в суде составлял около трех месяцев. Теперь банк может сразу обращаться к приставам для взыскания долга именой суд. Получить исполнительную надпись нотариуса банк может при наличии просрочки по кредиту свыше всего лишь двух месяцев. По мнению правозащитников, новая норма – большая проблема для граждан. У должников даже не будет возможности вступить в переговоры, отстоять свои права, и долги будут взыматься автоматически. Правда, избежать взыскания с помощью исполнительной надписи можно, если долг спорный. Например, когда заемщик оспаривает сумму или условия договора в суде. Пострадать от применения банками нового упрощенного порядка сбора долгов могут не только должники, но и профессиональные взыскатели. Безусловно, для коллекторов это еще большее сокращение рынка. Но это последнее, что меня волнует. Важнее другое. Если в договор о кредите вписывается возможность взыскания вне суда по так называемой исполнительной записи нотариуса, то это будет слишком легко и просто. Это будет без суда даже. Беда в том, что у нас очень много фальсифицируется кредитных договоров разного рода мошенниками. Теперь вы можете узнать, например, что на вас оформили 11 лет назад в каком-нибудь русском стандарте кредит. Если это теперь будет оформляться соответствующей записью, вы об этом будете узнавать не от звонка коллекторов, вы теперь будете об этом узнавать, когда с вашего счета уже будут списываться деньги. Не то, что без вашего согласия, даже без вашего ведома. И потом можете доказывать, что вы не верблюд. Потому что защитить свои персональные данные, где в стране ксерокопию паспорта делают в каждой подворотне, а иначе отказываются обслуживать, практически невозможно. Почему-то власть старается защищать права банкиров, и как-то не очень просто нас, граждан. Так что мы просто обязаны быть начеку сами. Постарайтесь не влезать в долги. Я Андрей Асташкин. Это была программа «Цифры». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова